Добрый день! Я Кузнецов Юрий Дмитриевич, заместитель управляющего партнера юридической фирмы Городийские партнеры. Сегодняшняя наша тема — интеллектуальные права, которые нас окружают. Они действительно окружают нас повсеместно, мы очень много о них слышим, и что же мы, как правило, о них слышим? Первое, что эти права позволяют создать конкурентоспособную экономику. Я думаю, этот тезис бесспорен. У нас есть много примеров в мире, достаточно вспомнить Японию, Южную Корею, страны, которые лишены натуральных ресурсов, и основа их экономики — это инноватика, инновационная деятельность, построенная на приобретении и распоряжении интеллектуальными правами, что эти права лежат в основе благосостояния многих стран, ну, хотя бы даже двух упомянутых только что. Их стоимость оценивается в многие миллионы долларов, евро, фунтов, стерлингов и, наверное, в миллиарды рублей. То, что из-за них происходят судебные процессы, причем судебные процессы, привлекающие внимание зачастую всего делового сообщества, и даже после их завершения приводящие к перераспределению сил на определенных рынках. И также часто мы слышим, что о них говорит наше правительство. Что же все-таки такое интеллектуальные права? Эти права возникают в результате интеллектуальной деятельности одного или нескольких создателей, причем знающих или не знающих друг о друге создателей. Государство признает и защищает эти права, однако при этом оно не требует их приобретать. Будет их защищать после того, как некоторые из этих прав пройдут через определенную формализованную процедуру проверки, которая, в общем-то, целиком основана на интерпретации своего творения его создателем. И также, что очень важно, ни одно государство мира не увязывает признание интеллектуальных прав с наличием прав или с самим наличием материального объекта, в котором они находят свое выражение. Если на картинке показать, что такое интеллектуальные права, это, скорее всего, что-то похожее на такое облачко. Иногда их даже сейчас называют виртуальными правами, хотя, конечно, они не полностью исчерпываются виртуальной зоной их применения. Но эти права, поскольку они существуют, их источник — это мысль человека, конечно, это нечто такое на первом этапе эфемерное. Задача получения охраны этих прав — это формализация словесная, как правило, этого облачка для того, чтобы окаймить его такими красными границами и затем, если это, например, патентные права, заявить, подав в виде заявки на определенный объект собственности. Но мы совсем недавно упомянули, что эти права могут возникать в результате деятельности не только одного, но и нескольких создателей, которые также могут приобретать права на результаты своего творчества. Поэтому на права оказывают безусловное влияние права иных лиц, вплоть до того, что лицо, ранее получившее права на объект в праве на основании наличия этих прав при определенных условиях, оспорить их правообладание у лица более позднего получателя аналогичных прав. На эти права влияет фактор времени, очень важный фактор, ничего не стоит на месте. Каждый день, каждый час предлагается очень много новых решений, в том числе технических, на которые лица их создавшие также пытаются получить права. Соответственно, чем дольше мы тянем с желанием нашим приобрести охрану на свои права, тем меньше у нас остается шансов на это. Один из очень важных факторов, влияющих на эти права, это фактор интерпретации, поскольку в подавляющем большинстве систем, если не сказать во всех, в основе приобретения этих прав лежит их словесное выражение, иногда словесное и графическое выражение, то фактор интерпретации, то есть с какой подробностью это изложение произошло, и правильно ли были использованы термины, которые были использованы, вот это все в целом влияет на, в конечном счете, тот объем прав, которым будет владеть лицо о них заявившее. Проблемы интерпретации, проблемы очень серьезные, ну вот, условно говоря, что мы имеем в виду, когда мы говорим трактор, вот, какой трактор мы имеем в виду, ну, здесь вот на такой простой графической схеме, на такой простой картинке показана, ну, самая простая интерпретация, имеем мы в виду такой трактор, или мы имеем в виду трактор, не обладающий там ковшом, или мы имеем в виду вообще гусеничный трактор, но вот слово трактор, есть то слово, которое будет использоваться, если мы его приняли, будет использоваться для интерпретации нашего решения. Очень много полемики мы слышим в отношении возможности получения так называемой всеобъемлющей охраны на некое наше решение, как сейчас иногда говорят, технологию или на наш способ ведения бизнеса. Конечно, всем хочется получить вот такую охрану, вот это облачко закрыть, да еще с запасом. Возможно ли реально такая охрана? Ну, как говорит на сегодня практика, нет. Охрана бизнеса, основанного на интеллектуальных правах, это всегда набор интеллектуальных прав, где-то, возможно, даже перекрывающихся. Это набор разных документов, это, что еще может быть самый важный, набор различных действий по поддержанию их, этих прав, ну, так скажем, в их жизненном цикле, в силе. И, разумеется, совершенно различные для каждого эпизода, для каждых обстоятельств меры по защите этих прав. Что такое интеллектуальные права? Просто это или сложно? И просто, и сложно. Эти права очень неконкретные, если так можно сказать. Нет более неконкретных прав. И не случайно их относят к нематериальным активам. Эти права, они не соотносятся с материальными объектами. Нельзя подтвердить наличие у вас этих прав, показав материальный объект и на основании этого заявив свои претензии на монопольное использование такого объекта. Никакие иные права так не зависят от личностей. И этих личностей назовем автора, соавтора и даже поверенного или консультанта автора и соавтора по приобретению этих прав. Справедливость их объема нельзя обосновать соотнесением с материальным объектом. Ну, здесь довольно простой пример. Если мы с вами приобретаем земельный участок или строим на нем дом, то ошибки в обмере этого участка, в документах на этот дом всегда можно исправить, предложив соответствующей службе перемерить, пересмотреть, соотнести и на основании этого выдать новый документ. Вот правоустанавливающие документы на интеллектуальные права лишены такой возможности поправки. То есть, если мы, например, получили патент на определенный объем охраны, который оказался уже, чем нам нужен, и в дальнейшем мы вдруг это поняли, начав выпускать некие материальные объекты, а может быть и продолжив их выпуск, а может быть изначально их выпуская, то вот в дальнейшем нельзя принести, привести, показать этот материальный объект, это техническое изделие и сказать, что я, в общем-то, не то имел в виду, когда получал патентный документ. Нет, здесь вот другие совершенно правила игры. При своем глобальном характере на сегодня, конечно, оборот интеллектуальных прав глобализуется в силу мирового распределения труда и в силу мирового научно-технического и конструкторского и производственного сотрудничества, но все равно большинство этих прав при глобальном характере имеют еще и национальные режимы охраны. Или как, например, изобретение охраны изобретений, здесь единственная форма это национальный режим охраны или региональный режим, но вот нет на сегодня, в ближайшее время не будет мирового патента, получив который, можно было бы иметь охрану на свое изобретение во всем мире. Практика приобретения и применения этих прав постоянно изменяется и, в общем, усложняется. Усложняется не для того, чтобы сделать сложным возможности их приобретения, а просто в связи с тем, что эти права носят очень серьезный характер, позволяют запретить другим лицам делать то же самое, что в условиях современной конкуренции не здорово, но с философской точки зрения это единственный верный способ эту конкуренцию поддерживать. И вот здесь, наверное, нужно обязательно сказать о том, что интеллектуальные права — это не разрешение от государства что-то делать, это предоставленное государством право запрещать другим делать то же самое, что делаете вы, если вы получили охрану. И вот именно этот аспект, он оказывается очень важным. Мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда вот люди говорят, ну у меня же есть патент. Да, вот патент, может быть, в силу такого определенного названия этого документа, но он как-то вот понимается, как именно разрешение делать что-то. Ну, в общем-то, делать что-то можно, если это не противоречит каким-то другим нормативным актам государства, можно делать и без разрешения. Патент, я повторюсь, получать необязательно. И более того, в общем для государства наличие возможности ограничения конкуренции в виде патентных прав — это не самая лучшая ситуация. Именно поэтому процедуры экспертизы усложняются, сроки удлиняются экспертизы в патентных ведомствах зарубежных стран. Именно потому что, предоставляя право одному участнику рынка запретить другим делать то же самое, это очень сильный инструмент, очень опасный инструмент, выдача которого нуждается в очень серьезном и внимательном контроле. Ну, это, конечно, был самый первый и очень общий экскурс. Если вам будет интересно, если вы захотите продолжение, пишите отклики, обращайтесь к нам, участвуйте в наших семинарах, читайте наши публикации. Мы с удовольствием эту тему продолжим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова